Итак, приветствую всех любителей Total War Атилы, и в частности дополнение эпоха Карла Великого. Сегодня очередной видеорепортаж событий, происходящих на турнире Used and Losed. И сегодня я представляю вашему вниманию бой 1-8 финала между ФЛТК и Маркосом. Не хотел я первоначально комментировать этот бой, маленько я разочаровался, так скажем, по итогам этих сражений в ФЛТК, но отошел и вот решил показать этот поединок, может быть где-то ускоренно пробежаться по событиям этого поединка, поскольку не совсем справедливо было бы оставить эту 1-8 финал и убедительную победу Маркоса, моего соперника, еще по Кубку Наций, по Карлу, оставить ее за бортом. Это перед вами доспешные копейщики за Карла. Играет за Карла ФЛТК в этом бою. И что же он притащил на этот бой. Итак, левые фланги это франкские конники. Вот они, франкские конники. Замечательно, это кавалерия антикавная. А, франкская конница, пардон. Франкская конница, да. Что-то я перепутал. Еще одна франкская конница. А, здесь франкские конники на левом фланге. Это средние, да. Самая дешевая кава за франков. Франкская конница. Правый фланг представлен двумя франкскими конницами. Здесь в тыл и оттянута франкская конница. И франкские конники. Итак, два франкских конника, четыре франкских конницы. Все заколебали они. Гвардейцы в роли генерала. Кроме этого, это доспешные копейщики. Раз, два, три. Три доспешных копейщика и три конных копейщика. Это самые тяжелые. Ну, не самые, наверное, по-моему. Да, не самые тяжелые. В общем, копья по 600 и по 650 монет. Бронированные с показателем брони 46. Серьезная такая копейная сила. Кроме этого, мы видим в первой линии по центру четырех лучников. И трех конных лучников. Это одни из самых скорострельных лучников в игре. За Карла-то уж точно. Ну, в принципе, состав против Маркоса, на котором мы еще остановимся. Ну, я думаю, в принципе, оправдан такой состав. Другое дело, как им воспользоваться. Поскольку уж совсем отрядов прикрытия, в общем-то, хватает. Но посмотрим, как реализовать такое количество луков. Семь лукарей это много. Итак, Маркос, левый фланг его Вестфалии, это конные разведчики в количестве четырех. И правый фланг, саксонская кава в количестве четырех. Центр, четыре новобранца с дротиками в количестве четырех. Вторая линия центра. Три копейщика. Это по 400 монет копейщики. Пусть вас не вводит в заблуждение их название. Посмотрите, они хоть и с броней 10, но это средняя такая пехота с копьями. Вот, что там у них и ближний бой, он у них какой хороший. Ну и натиск мало-мало, защита ближнего боя. То есть, это боевой дух, посмотрите, какой высокий. Поэтому, это еще те ребята. И три топорника. Это такие достаточно крутые топорники вообще в игре. Ну, я не имею ввиду данских. То есть, это самые сильные топорники после данских топоров. 52 он ближний бой. То есть, очень такие крутые ребята. Это хранители очага в качестве генерала. И конные стражи очага. Ну, понятно, что... Как бы... Состав у ФЛТК кайтинговый. То есть, стрелять, отходить, стрелять, отходить. Где-то что-то локально как-то пытаться сдерживать противника. Ну, и стрелять, прежде всего, конечно же, по вот этим вот его хашкам. Потому что у них, если я не ошибаюсь, по 5 выстрелов. Нет, пардон, у них по 2 выстрела. Хоть и с уроном 90. Поэтому, в принципе, как бы можно их контролить. А так, на самом деле, то есть, это кава. Она ближнего боя, так называемая штурмовая кавалерия. И вот эта конница франков, и франкская конница. Ну, только что, может быть, вот франкские конники, они еще не смогут противостоять. А так, в принципе. Ну, и понимает Маркос, что ему в ближнем бою здесь как бы... Своими дротиками делать нечего, поскольку здесь аж 7 лукарей. И начинает он, постепенно отводит он, отвел всех своих дротиков, отвел топорников. И сейчас попадают под обстрел его копейщики. Ну, в принципе, мишень хорошая для стрелков. И можно, и нужно их даже отстреливать. Вот, но, опять-таки, у него, посмотрите, тылы остались голые. И вот два зашло отряда уже у Маркоса. Здесь, на правом фланге, франкская конница все-таки конных стражей очага поймала. И поймала неплохо. Ну, вот, то есть, опять-таки, смотрите, два зашло, еще два заходят. Где копейщики, надо срочно, конечно же, копейщиков тащить. Вот этих вот всех и захлапывать там Маркоса. Но, посмотрите, что происходит по итогу. Смешались здесь, отводит он ФЛТК свои луки. Не успел он отстрелить копейщиков по центру. Здесь франкские конники сходятся с конными разведчиками. Но им хана, потому что здесь подошли, посмотрите, застрелы. Они сейчас будут все живое здесь сносить просто-напросто. Ну, и пытается, конечно, своими луками отстрелить здесь, что получается, топорников, да. Как-то растерялся ФЛТК. Бегают у него луки вместо того, чтобы стрелять. Позволил он по центру себя продавить. Куда-то все у него эти копья подевались. Вот они стоят эти, никуда они не подевались. Вот они, но в бою они, по большому счету, не участвуют. Аж три копейных отряда. То есть здесь луки без прикрытия. Ну, очень здорово. По центру ломанул Маркас. По центру раз. И в тылах разгулялся это два. Поэтому тут вообще молниеносная такая атака с его стороны. Явно не ожидал ФЛТК такого. То есть кайтинговый состав. Понятно, у него копейщики, по идее, линии должны были стоять здесь. Да, а неприкрытые тылы позволили этим хашкам зайти. Внести тут разброд и сумятицу в ряды франков. Погнать его копейщиков. И, соответственно, прикрыть этих копейщиков, вернее, этих луков. Уже неким было ФЛТК. И может себе даже позволить, смотрите, вот такой вот массой виснуть здесь Маркас на одном конном копейщике. Еще и умирает вражеский, ну, вражеский полководец этих, кто у нас, Карла. Ну, и, в общем-то, к этому моменту уже все. Не удалось ему ни Луки не отвезти. Толком все они попали под Каву. Куда все отряды прикрыть отделились? Все-таки ошибочный состав. Зачем было брать столько этих копейщиков? Набрал бы дешманских копейщиков. Да побольше, чтоб шесть тех же самых. Взял бы, если уж на то пошло, мечи, чтобы они центр этот держали. Мечи очень хорошие, и эти топорники, их в стене, ну, может быть, и ломанут там, но не сразу. А сейчас просто происходит добивание уже армии ФЛТК, и все-таки ошибочный состав, конечно. Ну, не прокайтить все восемь хашек. Ну, и просто уже доигрывают игроки, то здесь уже понятно, что... Да, конечно, копейщики сейчас тут застрелом наваляют, и здорово причем наваляют. Здесь это уже одно из немногих мест, где идет сражение. Топорники, посмотрите, как врубаются в доспешных копейщиков, и мгновенно начинают доспешные копейщики терять. Нет, эти топорники, ребята, те еще. Ну, пытается спасти ФЛТК положение, но, естественно, оно у него уже безнадежное, поэтому что-либо здесь предпринять уже невозможно. Ну, молодец, доигрывает. Лукари, как ни странно, не сбежали. Ну, и тут при посредственных результатах за пехоту отличные показатели генерала и прекрасные показатели за кавалерию. Несмотря на то, что слились эти конные стражи очага. То есть растерялся ФЛТК. Непонятно, почему Лукари вообще 2 вот только сыграло из 7. Конечно, это не те результаты копейщики, посмотрите. 2 вообще в 0 ушли. Гена в 0 ушел. 43 это тоже мало для такого отряда. Но вот 7-6 еще туда-сюда. То есть, по сути, 3 из 6 сыграло копейщиков. То есть, понятно же было, что начнет Маркос заходить в тылы. И теперь Маркос играет за Карла. И за Аваров играет ФЛТК. Ну, здесь Маркос со своим спамом просто 8, 12, 13, 14. Ну, так-то да, против Аваров. Что здесь? Здесь на болоте играют. Ну, и давайте посмотрим за Маркоса состав. Это левый фланг, 2 мечника. Кроме этого, это франкская конница. В количестве трех. Нет, 2 франкских конницы. И 1 франкский конник. Франкский конник это послабже, ребята. А, центр у нас. Ну, здесь непонятно у него, где центр, где фланг, по большому счету. Поэтому озвучим все. Итак, 4 мечника всего за Карла. На правом фланге, назовем его флангом, франкские копейщики. Дешманские ребята. В количестве двух. По центру стоит генерал-гвардейцы. Спрятаны здесь конные схаларии. Очень тяжелая конница ближнего боя. Отличная антикавная кава. Не вопрос. Кроме этого, мы видим здесь франкскую конницу. В перемешку с франкскими... Что здесь? Нет, франкская конница. Вот 4 франкской конницы. Здесь у нас 3 франкских конника. И 4 конных застрела. ФЛТК на этот бой притащил 3 знатных аварских мечников. Второй линией у нас это лучники новобранцы в количестве 3. Кроме этого, это копейщики новобранцы. Еще одни копейщики новобранцы. В тылах оттянуты еще 2 копейщика новобранцы. Всего 4 копья. Да, если не ошибаюсь. И один отряд воинов племен стреляющей копья. Это 3 хашки на левом фланге. И одна на правом фланге. Всего 4 хашки. 4 аварских пикинера. Да, и... Ну, аварская гвардия в руле генерала. Ну, и снова идет. В принципе, в прошлом бою очень здоровскую атаку продемонстрировал Маркос. Отличный контроль у него, как всегда. Здесь огромное количество кавалерий против аваров. Ну, это, наверное, за Карла, в общем-то... Ну, не сказать единственный шанс, но очень хороший шанс. Не берет он, видите, вообще стрелков абсолютно. Только вот эти конные хашки здесь у него выполняют роль стрелков. Ну, то есть, по сути, такой пехотно-конный рашевый состав. Только давайте глянем ради интереса. Конные застрельщики скорость сотня, а у этих, по-моему, 90. Да. То есть, конные хашки аваров, они контрятся этими конными застрелами вполне. Ну, и здорово здесь воины племен обстреливают. Слева что у нас? Фарангские конники, да? Да, я думаю, сейчас, конечно, копейщиков завязать Маркосу по флангам. В центре он, видите, не связывается, отходит. А здесь, ну вот, посмотрите, вот я не знаю, что с ФЛТК. То ли он растерян, то ли что. Три уже практически в тылак. И то, что имеет здесь единственное, что ФЛТК удается просто стоячих этих франгских конников прочаржить. И только сейчас вот реагирует Маркос на это движение. Да, стреляют здесь аварские пикинеры, причем как-то движутся они медленно, несмотря на то, что ускоренный марш. Посмотрите, здесь и здесь ускорен. Ну, это глюк, наверное. Да, здорово, стоячих аварских пикинеров сливает он здесь. То есть, локальный такой успех очень хороший. На левом фланге он продолжает обстреливаться со знатными, вернее, с конными застрельщиками. Ну, что-то как-то пока безуспешно он там их отстреливает. Сам теряет на этом. И что здесь аварские пикинеры сейчас под франгскими конниками, возможно, и сольются, да. Здесь тоже классный чарж прошел у аварских пикинеров. Ну, и надо, конечно же, помогать сейчас. Помогать, помогать и еще раз помогать. Стреляют аварские конные лучники. Блин, ну, это не те конные лучники, которые аварские, там, лучники, да, называются, или аварские конники. Они там, у которых там и в ближнем бою они порубиться могут. Вот и урон-то у них, видите, даже не отводит конник с холариев. Ну, под обстрелом они, что толку. То есть здесь вот все, на правом фланге уже проиграл ФЛТК. Все, разбирают у него здесь аварских пикинеров, но ему нечем поддержать. Почему вот это-то вот все простояло? То есть удается Маркасу здесь на левом фланге, на своем левом фланге, сосредоточить огромную массу войск, посмотрите. Здесь практически вся армия, практически вся его армия. То есть 20 отрядов, и здесь у нас только 6 гуляет. 14 отрядов, посмотрите, они стеной просто идет, эта кавалерия, и никто ее вообще не останавливает. Какой-то один копейщик, генерал здесь, ну, пусть два копейщика. Один тут уже аварский конный лучник, который жалко просто выглядит против вот этой конной пехотной массы здесь. И все, прекрасный обходной маневр. Ну, то есть, не совсем понятно, почему у ФЛТК непонятно, как было играть против Маркаса. Зачем тут знатные аварские мечники, вообще непонятно. Ну, как бы видел же, что в первом бою не берет он это. Сколько повторов боев есть с тем же Маркасом, давно известно, как он играет. Ну, то есть, смотрите, вся вот тут, два в один, а то и три в один получилось. В итоге весь свой левый фланг Маркас, правый вернее, перетащил на левый фланг. И опять все стоит. Копья стоят. Эти копейщики еще одни стоят. Аварские конные лучники вообще не успели даже сюда переместиться. Тут их месяц-месяц. То есть, сейчас просто физически не успевает Маркас здесь убивать эти отряды аварские, чтобы все это двинуть уже вот сюда в тылы. Ну, сейчас так и происходит. Посмотрите, вот они два идут в тылы. Конный скаларий идет, франкская конница идет. Их тут уже никто не остановит. Не будет он рогами упираться в этих знатных аварских мечников. Как бы здесь уже на данный момент даже пусть счетчик показывает, что примерно одинаковая численность. Да и то на 300 почти уже, на 200 с лишним разница в пользу франков. То есть, уже все. Нечем прикрывать. Видите, еще и гибнет генерал здесь, аварский. Ну и как бы дело светлое. По-моему, это самый такой... Ну, не самый, конечно. Хотел сказать про 1-8 финала. В принципе, пытается. Видите, ФЛТК здесь мечей. Ну, хоть бы уж растянул тогда. Копейщиков вот выставить. Здесь копейщики. Здесь копейщиков. То есть, создать подобие какого-то оборонительного здесь сооружения. То есть, вот идут у него знатные аварские мечники сюда, я так понимаю. Вот, чтобы стреляться. Чтобы хоть как-то реализовать этих лучников новобранцев. Ну, встал бы уже в коробку тогда на болоте. Не брал бы уже ни ударку, ничего тогда не брал бы. Кого здесь... Хотя ударка-то у него сыграла. Видели, как классно? Ха-ха-ха! Прошмыгнул. Вот здесь вот. Конный застрельщик. И четко укладывает лучников новобранцев. Ну, а здесь понятно, копейщикам не угнаться за конными застрелами. Соответственно, бьют они сейчас. Генерал уже под обилкой бьет копейщиков новобранцев под обилкой ускорения. Ну, и сыпятся они. Понятно, нету генерала уже. Все, огненный выстрел здесь уже. Он ничего не дает. Просто-напросто разорвал. О, второй раз. Здесь вообще полностью уничтожил Аваров. Именно разорвал он их здесь. Буквальном и в переносном значении. Ну, ясно-понятно, знатные Аварские. Их здесь сто одно. Они не побегут. Тем более в стене щитов. Их нужно убивать. Он красиво как скачет. Посмотрите, анимация какая-то все-таки. Классная здесь. Матили. Что удалось, то удалось разрабам. Разворачивает он своих знатных мечников. Ну, уже давайте ускоряться. Сейчас тут. Толпой добьют еще один отряд знатных Аварских. Ну, то есть, понятно, 70 с лишним человек, 80 почти, они бегут. Ну, признает поражение здесь уже ФЛТК, я так понимаю, что... Причем разница-то, видите, но здесь пехота, да, здесь кавалерия, поэтому... Ну, что тут говорить. Ну, у Маркса, как ни странно, вот, не то, что ни странно, вот, один франкский конник не сыграл и один копеечек. То есть, по сути, не сыграло всего лишь два отряда из всей армии здесь. Да, тут... Ну, что, ну, корные лучники пара все-таки сыграла. Аварские пикинеры, вот, три сыграли с учетом того, что все-таки, скорее всего, вот эти кавы убивали. А может быть, и вот эти убивали, на них не написано. Генерал не сыграл. Поэтому... Ну, вы все видели сами, все по ходу боя, мы обо всем поговорили. И так, равнина. Даны в исполнении Маркоса на равнине против ломбардов. Ну, примерно ту же тактику использует, хотя не совсем ту. Этого рашевого... Фронтального раша, так называемого. Фланги ярко выражены. Это крестьяне-новобранцы. В количестве четырех, по два на каждом фланге. По центру доспешные лучники. Кроме этого, копейщики по центру в количестве четырех. Также это воины с большими топорами стоят в количестве четырех. Спрятались они за четырьмя копейщиками. Два топорника Хирда, два Берсерка, генерал Свитова и начальника. Ну, вообще, вот, проводил я вот эксперимент с Левелином. Даны на равнине ломбардами разбираются. И разбираются, ну, не сказать там на раз-два, но почти на раз-два. Итак, ломбарды, правый фланг, два ломбардских пикинера. Левый фланг, два ломбардских пикинера при поддержке новобранцев с топорами. Пять лучников мы видим. Тут не суть, какие они лучники, новобранцы лучники. Кроме этого, вторая линия, это у нас новобранцы с топорами в количестве трех. И два застрельщика новобранца. Кроме этого, это конница Гастальда в количестве два. И еще конница Гастальда. И здесь два, четыре. И генерал, это гвардейцы Гастальда. Ну, и давайте посмотрим. В принципе, состав-то за ломбардию, ну, наверно, неплохой, скажем так. Четыре Гастальда, да, конница Гастальда. Посмотрите, это антипехотная кава. Ну, вот, 57-50 ближний бой, тяжелая конница ближнего боя. Ну, наверное, не стоило брать застрельщиков, если уж на то пошло, за ломбардов. Смысл. Ну, и все, вот оно, мое любимое началось. Врубается обилка ускорения и просто не успевает, посмотрите, отвести свои луки. Причем два в один здесь. То есть у них скорость вырастает до 53-х. Под вот этой обилкой ускоренное наступление. Так, ну, и где? Да, вот она, ударка. Ну, то есть, как бы топорников-то завел здорово здесь в ЛТК. Ну, вот что стоит. Вот здесь стоять не надо, надо бить. Вырезать этих воинов с большими топорами. Вот конница Гастальда, она их на раз-два вообще просто-напросто уродит. Здесь что стоим, тоже надо бить. Этих топорников было еще, пока они подходили. Но вот только сейчас. И почему-то все стремятся конницей лукарей бить. Они доспешные луки. Тут сейчас берсерки уже подойдут. Тут вообще фейл конкретный, посмотрите. Ну, не знаю, поэтому я и не хотел как бы все это дело выкладывать. Вообще, ну, то есть просто позволил выиграть в ЛТК. Ну, вот она, конница Гастальда. Видели, вот она выскочила. Топоры она урыла сразу, поскольку копейщики отвлеклись на вот эту конницу Гастальда. Дальше их надо двигать на берсерков. А топорами этими уже нужно было контрить копейщиков. С данными нельзя, так нужно их контролить. То есть, ну, капец. Два отряда просто-напросто. Вот она причина поражения основная. Не то, что здесь кто-то что-то пропустил там или что-то не сделал. Вот сейчас зачем генерал идет сюда? Вот он, он, тыловой чарж. Вот еще один чарж. Пока вот эти копейщики здесь ходили, поставь ты их вот так вот в квадратик здесь и бросил бы туда. Да или на крайняк даже, что бросать-то? Ну, вот цель для атаки. Элементарно лучников, если уж на то пошло. Опять Гена отходит. Причем он отходит под обстрелом, под огненным выстрелом. Спину он выхватывает. Да, он там по количеству много не теряет. Но, тем не менее, даже в такой ситуации остаются шансы еще у ломбардов. ФЛТК бы здесь зарулил, не потеряя он две ударки. А две ударки это слишком много. Вот на своем левом фланге здорово потихоньку разбирает он этих топорников Хирда. И застрельщики новобранцы у него тут здорово постреляли. И лучники новобранцы тут топорников Хирда стреляют. А что стоим-то? Ну вот надо чаржить. Нет, мы отходим. Зачем отходим? Даем пострелять. Зачем? Нужно быстрее этот фланг зарешивать. И тогда всей вот этой массой можно выходить уже вот сюда в тылы. Ну здесь отчаянный маневр. Посмотрите в исполнении ФЛТК. Цепляется он этими ломбардскими пикинерами за копейщиков. Догоняет он луки. Ну а что луки догонять? Вот они копейщики стоят. Вот тут сейчас будет отлично. Ну эти воины с большими топорами. Тут сейчас все, они мгновенно, да. Посмотрите, мгновенно ссыпаются. Здесь кто у нас? Воины с большими топорами. Они мгновенно лягут. Под такой кавой. То есть по-прежнему еще сохраняются шансы. То есть вот потеря этих двух ударок вот на этом вот месте. Вот они лежат. Кто-то тут в агонии бьется у нас. Ну вот. Вот он, основной момент поражения. То есть сейчас просто не хватает отрядов. И здесь непонятно, кто кого растащил. Я впервые вижу данные, чтобы данные растаскивали кого-то, скажем так. Вот видите? Ну опять-таки гвардейцы Гастальда потеряли пари. А дошла на этих войнах с большими топорами. А почему? Завязывать надо их боем. Ну ладно, бог с ним. Что теперь? Что ты хелк уже разоряешься? То есть нету двух ударок. Она эта ударка и копейщиков ложит. Там если полный чардж прошел, линия в линию, они вообще все им хана. Здесь вот, ну вот что такое? Такое ощущение, как будто и ФЛТК вообще кто-то отвлекает во время боя. Что он не видит, что происходит. Ну может быть он там, ну датеньки может быть был. Вполне такое возможно, как бы ничего такого. Но в итоге мы видим то, что мы видим. Что там Гена жив? Я вот даже не обратил внимания, умер он или нет, гвардейцы Гастальда. Ну по идее жив должен быть. Иначе бы уже лукарей эти все разбежались. Тут конница Гастальда продолжает разбирать она здесь данных. Вообще по идее у данных на равнине против ломбардов шансов нет. Только из-за одной вот этой вот ударки. Ну видите, бежит она и бежит. Целые копейщики. Раз, два, три, четыре. Четыре копейщика из восьми уцелели. Ну понятно, здесь сейчас топоров расстреляют. Так. У нас берсерки впали вражда и вышли уже из него. Ну вот такие результаты этого поединка. Как-то уж растерянно осмотрелся здесь ФЛТК. Не знаю я, чем это вызвано, но тем не менее. Ну вот такие результаты. Данные могли себе позволить размер. Посмотрите, данные тащат конкретно. Два отряда за сотню вышли. Здесь конница Гастальда отлично, в общем-то, отработала. 200. Если в среднем раскидать, она нарубила прекрасно. Гена за сотню. Одна ударка сыграла, все. Три не сыграли. Вот она, основная причина. Вот она здесь. Ну, все вы видели. И как бы лукари, в общем-то, неплохо настреляли. И четыре этих, кто здесь у нас, пять лучников, да, и отряды практически целые. Да и застрелы неплохо. Но вы сами все видели. Поэтому я говорю good game. Спасибо за внимание. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...